Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 20 том. Тема «Семья». Вопрос 3367. Когда Тавия входил в брачную комнату, то он с женой своей, Сарой, молился, прося благословения. Есть ли молитвы для христианских молодоженов? Ответ Игнатия Лапкина. Можете молиться своими словами. Ваша душа подскажет, что важнее для вас, вечное или временное. Молитва к Богу, христианских супругов. Милосердный и милостивый Божие, возлюбленный Отче, Ты по милостивой воле Твоей и Твоему божественному промыслу поставил нас в состояние святого брака, чтобы мы по установлению Твоему жили в нем. Мы утешаемся благословением Твоим, изреченным в Слове Твоем, которое говорит, обредший жену обрел благо и получил благословение от Господа. Господи Боже, соделай, чтобы мы жили друг с другом в божественном страхе Твоем, потому что блажен муж, боящийся Господа, крепко прилепившийся к заповедям Его. Сильно будет семя Его на земле, род праведных благословиться. Соделай, чтобы более всего любили Слово Твое, охотно слушали и изучали Его, чтобы нам быть как древу, посаженному при потоках вод, которое плод свой приносит в свое время и которого лист не вянет. Быть как мужу, который во всем, что он не делает, успевает. Соделай так же, чтобы жили мы в мире и согласии, чтобы в брачном состоянии нашим любили целомудрие и честность и не поступали против них, чтобы в доме нашем обитало спокойствие и мы сохранили честное имя. Даруй нам благодать воспитать детей наших в страхе и наказание к божественной славе Твоей, чтобы Ты из уст их возмог устроить себе хвалу. Даруй им послушное сердце, да благо им будет и долголетны будут на земле. Даруй нам так же хлеб насущный и благослови питание наше. Огради дом и наследие наше, как у святого Иова, чтобы злой враг и его орудия не могли нанести им вреда. Охраняй дом наш, имение и стяжание наше от огня и воды, от града и бури, от воров и разбойников, так как все, что мы имеем, Ты дал нам. Потому благоволи и сохранить его могуществом Твоим. Ибо если Ты не созидаешь дом, то напрасно трудятся строящие его. Если Ты, Господи, не охраняешь града, то напрасно не спит страж. Возлюбленным Твоим посылаешь Ты благо во время сна их. Даруй нам так же, Господи Божий, добрых, верных и послушных слуг, и сохрани нас от неверных служителей, потому что Ты все учреждаешь и всем правишь и владычествуешь над всем, награждаешь всякую верность и любовь и наказываешь всякую неверность. И когда Ты, Господи Божий, восхочешь наслать на нас страдания и скорбь, то даруй нам терпение, чтобы мы послушно покорялись отеческому наказанию Твоему. И поступи милостиво с нами. Да благо поспешается Тобою, Господи, шествие наше, и да будут угодные Тебе пути наши. Если же мы падем, то не отринь нас, поддержи и снова восстави нас, облегчи нам скорби наши и утешь нас, и не оставь нас в нуждах наших. Даруй нам, чтобы мы не предпочитали временного вечному, потому что мы ничего не принесли с собой в мир, ничего, и не вынесем из него. Не попусти нам прилепляться к сребролюбию, этому корню всех злополучий, но достараемся успевать в вере и любви и достигать вечной жизни, к которой мы призваны. Бог Отец, да благословит и сохранит нас. Бог Сын, да просветит нас лицом Своим и да помилует нас. Бог Дух Святой, да обратит к нам лицо Своё и да даст нам мир. Святая Троица, да охраняет вход и исход наш отныне и вовеки. Аминь. Тавид, восьмая глава с четвёртого по восьмой стихи. Когда они остались в комнате вдвоём, Тавия встал с постели и сказал, «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал Тавия говорить, «Благословен Ты, Божий, отцов наших, и благословено имя Твое святое и славное вовеки. Да благословляет Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою жену его. От них произошёл рот человеческий. Ты сказал, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему». И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею. И она сказала с ним «Аминь». Стихотворение. У меня есть друзья. Как без них умереть? С ними всем достоянием сросся. Чуть невзгода ко мне. Я звоню им скорей. С этим сжился. И всё пережилось так просто. Им в молитвах моих непростой уголок. Список их мне не тянет карман. Столько нежности им и возвышенный слог им подарков моих караван. Их нашёл я при высеве Божьего Слова, призывающий вняв благодати. Отогнал Бог неверия демона злого. Им родные кричали «Ты спятил!» Благодать обратила, в воде завершила, осветила, и свыше сердца сияла. Из овцы заражённой, из детства паршивой, Бог здоровой соделал до бывшей из ямы. Их улыбки, касание нежности дивной, не понять буряку, кто по кельям чернел. Их спаситель призвал и, признав, не отринул. Заслонил верой чистой от дьявольских стрел. У меня есть враги. Не считать за врага. Иисус той науки меня обучил. Тайны выдадут все, но не вижу вреда. Сам Господь меня выдрал из страшных пучин. Ядовитая злобность самих же сожгла. Ненавидели подло, молвой оплетали. Белизною покрылась их злоб и зола. Со слезами молюсь. Я от них был в опале. Так и было всегда от потомства Адама. Сила гнула свой лук от плеча зверолова. Амафором душили благовестия по храмам. Скрыли имя Творца и Еговы. У меня есть друзья и враги вперемешку. Я богат. Они всем мне на пользу. Они чистят меня, чтобы жил я безгрешно. Чтоб орлом мог летать. Не рептилией ползать. 12 декабря 2006 года Игла Игнатий Лапкин. То есть это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин